друзья привет это проект мои инвестиции канал вселенная бить фулл вор меня зовут евгений и так наступил новый год 2022 и мы продолжаем в этом году инвестировать сейчас мы посмотрим мой портфель посмотрим итоги декабря ушедшего уже 2021 года и подведем небольшие итоги и посмотрим какие цели перед собой я поставлю на этот год грядущий и так на начал января на моем брокерском счете находится 468 тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей чуть-чуть мы не дотянули до 500 тысяч до полмиллиона потому что у нас горизонт был инвестирование это 500 тысяч в 2021 но каких-то 40 тысяч нам не хватило в уходящем году в декабре месяце нлмк выплатила дивидендов нам на две тысячи семьсот девяносто девять рублей по этой акции у меня в портфеле находится 270 штук но это я еще докупал если я не ошибаюсь а докупал я их сразу на падении после закрытия реестр акционеров и что еще прошло какое-то время и на рынке произошло что-то непонятное странная цена очень сильно сильно просела и я на 11 тысяч восемьсот восемьдесят рублей еще добавил себе в портфель 60 штучек акций компании нлмк мы пока и удержим дивиденды хорошие право правда не знаю что будет в 2022 году насчет дивидендов но посмотрим я думаю дивиденды останутся на том же уровне на котором они и есть в данный момент единственная позиция которую я закрыл в своем портфеле в декабре это была компания xerox закрыл я ее на 21 доллар 80 центов если честно поспешил надо было оставить ее до дивидендов закрытия реестра акционеров было 29 декабря цена кстати удержалась удержалась но немножко проект просил то есть у меня в принципе был бы шанс закрыться на 23 долларов за акцию но да ладно мы отыграли именно ту стратегию которой я и придерживаюсь 10 процентов роста и я закрываю компанию вот xerox сам я именно так и поступил она у меня плюсовала на 11 процентов и я зафиксировал данную прибыль и так идем дальше bristol myers у нас все также в портфеле моего держим позицию не увеличивали не уменьшали 5 января по этой компании будет закрытие реестр акционеров так что мы ее держим и я конечно надеюсь что просадки по ней мы большой не увидим цель наша конечно это 70 долларов за акцию но я думаю если дойдем все таки до 65 66 долларов за акцию то я думаю закрывать эту позицию полностью дальше компания поле металла у меня находится в портфеле почти на 50000 рублей у меня взяты акции компания в принципе начинает показывать рост или какое-то оживление и я думаю все таки мы будем ее держать январь и да я надеюсь она вырастет и мы закроем горизонт это 2000 за акцию в апреле у них будет закрытие реестра акционеров так что пока мы не спешим ее закрывать и либо дождемся закрытие реестра акционеров либо рост цены акции в резан все также показывает худшую динамику но увы резана 6 января будет закрытие реестра акционеров поэтому мы ее держим и я думаю после закрытия и либо до либо после я еще докуплю на оставшийся кэш я докуплю акции этой компании пока мы держим компания платит хорошие дивиденды и мы все-таки надеемся на ее рост в портфеле у меня ее на данный момент 41 штука это почти на почти на 2200 долларов по western union произошло закрытие реестра акционеров компанию я не продал дивиденды по ней достаточно хорошие должны быть это почти больше одного процента по долларовым активом это на мой взгляд хорошая ставка по дивидендам следующие дивиденды скорее всего будут в марте числа 15 не знаю либо дождемся роста также до 10 процентов прибыли и закроем эту позицию либо оставим у себя в портфеле на будущее у меня ее немного 9 штучек на 161 доллар руссагра у меня все так же ничего не меняется 10 штук держим до 1300 хотя бы и закрываем но не знаю она сейчас ходит в узком боковике и как бы на долгосрок но не знаю небольшая сумма в ней поэтому она пока висит пока у меня нет каких-то новых идей куда можно про инвестировать компания тот нефть тот нефти у меня в портфеле 106 штук на 53 тысячи рублей плюсуем 4 почти с половиной процента около двух тысяч рублей цена за акцию перешагнула порог в 500 рублей сейчас торгуется в районе 502 рубля за акцию горизонт опять же по ней это 600 либо 550 рублей за акцию под от нефти 5 января тоже будет закрытие реестр акционеров доходность 2 по 1 почти там 2 процента 9 рублей на акцию будет выплачена в общем держим дивиденды и посмотрим дальнейший рост потому что я все-таки надеюсь что тот нефть подымется в район 600 рублей за акцию но и все в кэше у меня с данный момент триста девяносто пять долларов и восемь тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей но из рублей еще вы ждут подоходный 13 процентов поэтому я в рублях немножко держу чтобы заплатить налоги на доход и так давайте взглянем на аналитику от тинькофф инвестиции и так за год у меня доход составил 60 тысяч семьсот тридцать восемь рублей из них дивидендами было заплачено практически 16 тысяч рублей купонов на триста шестьдесят четыре рубля пополнил я свой счет 2020 первом году на 261 тысячу вывел 8 и оборот у меня составил 2 миллиона 600 там с копейками и опять же если судьбу судить по аналитике тинькова у меня портфель плюсует за 2021 года 23,18 процента я думаю это хороший результат нехорошие месяцы из 2021 года это для меня было сентябрь 0,9 минуса и ноябрь почти один процент мы ими минусовали все остальное у меня портфель был в плюсе в небольшом по два по одному проценту каждый месяц стабильно мы выходили в плюс что касается инвестиций в 2022 году мы будем продолжать я этот проект продолжаю потому что не знаю он меня наверное дисциплинирует я вижу свои результаты я их показываю это может посмотреть каждый из вас кто смотрит допустим про инвестиции находят какую-то информацию я пытаюсь с вами делиться той информации которая у меня есть этот проект не является какой-то инвестиционной идеей я никого не при призываю инвестировать именно по моему по моей стратегии просто если вы смотрите то вы можете подчеркнуть какую-то информацию для себя о моих либо успехах либо поражениях в общем каждый увидит для для себя то что ему будет полезно и интересно и так 2022 год наша цель это 1 миллион рублей у нас на счету не знаю сможем ли мы 500 тысяч еще заработать потому что в этом году скорее всего мы наш брокерский счет не будем пополнять уже а будем именно действовать теми средствами которые у нас имеются в данный момент на брокерском счете какой-то глобальной коррекции в ближайшие месяцы и да и в 2022 году я скорее всего не вижу в общем суть в том что на рынок рынок акций сейчас наверное такой бум который интересуются все и особенно так категория людей которым уже за 30 но меньше 50 то есть промежуток от 3 30 до 50 лет скажем такой самый активная прослойка общество она сейчас очень интересно начинает познавать мир инвестиций конечно много новичков много всего но я думаю приток денег из частного сектора в сектор инвестиций он будет возрастать в этом году что касается инфляции то да она у нас достаточно большая мы на себе мы можем ощутить и рост цен и все остальное потому что заходя в магазин смотря на полке ты немножко в шоке от цен но на рынок акций я думаю это будет также влиять как и на те же цены в магазине то есть если наш рубль обесцениваться то по логике опять же вещей цена на акцию должна также увеличиваться но посмотрим возможно я здесь в чем-то неправ возможно и произойдет именно все так как я и сказал итак друзья на этом все спасибо что досмотрели выпуск до конца оставляйте комментарии ставьте лайки кто не подписан подписывайтесь на канал впереди много интересного это был проект моей инвестиции меня зовут евгений канал вселенная beautiful world всем пока до новой встречи